Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радиоцентр Сангейтс начинает свою программу. Сегодня четверг, 11 часов утра в городе Чикаго на западном побережье в Калифорнии, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, 9 часов утра, на Восточном, Нью-Йорк, Вашингтон, полдень, 12 часов дня, ну а московское время сейчас у нас 7 часов вечера, и у нас в эфире, как всегда, по четвергам, женская гостиная, правильно сказал, да, правильно, а то у нас разные варианты есть, и гостиница, и театральная, но все это говорит лишь о том, что у нас сегодня хозяйка этой гостиной, Анастасия Харушинская, и, как всегда, у нее есть гость, ну, которую она сейчас представит сама. Настя, тебе слово. Спасибо, Миша, спасибо большое, добрый день, добрый вечер, доброго дня, дорогие друзья, хорошего вам времени суток, очень рада быть снова с вами в эфире, сегодня четверг, и действительно женская гостиная, и у меня сегодня потрясающая гостья, потрясающая, невероятной красоты, силы, обаяния, Валентина Чумакова. Валь, привет. Здравствуйте. Да, я буквально пару, я сейчас имею возможность Валю видеть, а вы, дорогие друзья, поверьте моим словам, что девушка удивительная. Итак, я расскажу буквально пару слов о Валентине, и расскажу о том, о чем мы сегодня будем разговаривать. Говорить мы сегодня будем о пробуждении женской природы. И действительно, глядя на Валентину, понимаешь, что ее природа пробуждена, ну, или она уже точно очень глубоко ушла на этом пути, потому что я думаю, что пробуждение женской природы – это такой важный момент, то есть мы должны, как женщины, этим заниматься постоянно. Итак, Валентина Чумакова с нами сейчас в эфире из Томска. Я вчера пыталась выяснить, сколько у нас разницы во времени, и сейчас я знаю, что у Валентины вообще уже очень поздно, уже 11 часов вечера. Правильно я посчитала? Ну, здорово. И первая, Валентина инструктор по йоге, поэтому у нас есть еще много-много планов на этот счет. И в своих практиках она использует медитацию и работу с энергией, и уже занимается этим более 10 лет. Она по сей день пополняет свой опыт и продолжает обучение у таких мастеров, как Сергей Мельников и Алексей Бухарцев, мастер Шэнджи в Китае, да, работа с практикой цигун, мастера Иволгенского датсана, телесные практики, массаж, буддизм и многое другое. И я думаю, что даже вот из такого краткого описания можно уже с уверенностью сказать, что Валентина эксперт в работе с энергией. И она нам даже обещала сегодня дать практику. Я вам такую интригу маленькую добавлю в наш разговор. Валь, ну, я, пожалуй, сейчас уже буду умолкать и предоставить тебе слово. И у меня первый, на самом деле, вопрос всегда к моим гостям, да, вот как они начинают свой путь, как ты пришла к практике медитации, работы с энергией, потому что ты достаточно еще очень молодая женщина, на мой взгляд. Я сама, я не люблю про возраст говорить, я тоже очень молодая еще женщина, но немножко старше тебя, да, ты совсем молодая, юная, абсолютно прекрасная, такой венерианской красотой девушка, вот и такая серьезная работа, да, медитация, энергия, как твой путь начался? Расскажи нам немножко. Я вот не могу сказать, что мой путь как-то начался, у меня нет ощущения какого-то начала, в принципе, то есть это просто всегда было, а если говорить о инструментах, то началось все с прочтения книг, таких как Кастанеда и Кастани. То есть также это были телесные практики йога, и как-то вот начало пути я вообще не чувствую. То есть всегда, это всегда было, всегда шло, и нет, вот у многих людей бывают какие-то потрясения в жизни, или что-то происходит, после чего начинается путь, нет, вот я не из тех людей, у меня все как-то плавно, гладко шло, и я всегда знала, что вот, ну вот в этом я вижу какую-то глубину и идею. То есть ты такая родилась, это на самом деле потрясающе, потому что я знаю, что сейчас рождаются уже люди, вот такие продвинутые души, которые, ну как бы по рождению, по своему, по своему ощущению внутреннему уже готовы к принятию серьезных практик. И вот это вот я наблюдаю, у меня дочка, ей 23 года, и я смотрю, вот это поколение, оно абсолютно готово ко всему. То есть если бы мне кто-то в 23 года рассказал про медитацию, я, ну может быть, не то чтобы я покрутила у виска, для меня это было бы странное знание, безусловно, хотя у меня был какой-то, пробуждался какой-то интерес в тот момент, но это было еще абсолютно ни о чем. Я вижу, насколько гармонично мои дети это воспринимают, как будто они уже, они уже это все умеют и делают, да, и они в это абсолютно погружаются. То есть у тебя такая же ситуация, да? Да. Ну вот, я с детства сновидела, у меня были особыстные сны, то есть и по сей день, и я вообще думала, что это, в принципе, нормально. То есть так у всех. А как же удивительно потом обнаружить людей, которые это не испытывают. Ну да. Вот, и про чтение книг они тоже дали, конечно, свой толчок, углубили мой интерес в это дело. Вообще, в принципе, жизнь, она как какая-то глубокая наука, в моем понимании, вот в деле духовного роста. Ведь мы души, никак иначе. Окей, абсолютно точно, да, потому что мы приходим сюда, в этот мир, выполнить какую-то определенную задачу, да. Это, как правило, задача нематериального толка, как многие думают изначально, да, абсолютно, это духовная задача. То есть нам надо определить свое предназначение и следовать этому пути. Мы, к сожалению, в разные точки осознанности, да, находимся. И кто-то это поздно понимает, кто-то это быстро понимает, кто-то уже приходит с этим знанием абсолютно четкого понимания своей задачи. И здесь мне хотелось бы сразу перейти к тому, каково же вот мы с тобой вчера обсуждали, когда программу, думали, есть ли разница, есть ли гендерная разница, да, почему мы рождаемся в мужском теле или в женском теле, и в чем же вот эта вот фишка? Безусловно. Сначала, то есть к женским практикам я вообще, ну вот лет пять назад пришла. То есть поначалу этого вообще не было. Было такое, было стремление к развитию, и вот развитие ощущения правильности как души. И только потом я начала понимать, что у этой души оказывается вот задача на воплощение именно в определенном теле. То есть мы не можем отметать вот дух, тело, там материя. То есть все равно это все идет вот одним путем и имеет свою какую-то идею глубинную. То есть взаимодействие с миром женское от мужского кардинально отличается. Вот как-то все равно... Ну вот смотрите, когда есть практики медитации, когда есть практики йоги, то есть такие безличностные, можно сказать, да, то есть нет никакого гендерного развлечения в этом плане, то когда ты выходишь обратно в социум после практики, тут ты сталкиваешься с так называемыми проблемами, когда взаимодействия мужчины и женщины, они отличаются. То есть ты понимаешь, что есть путь через свою суть, в колледж, да, воплотили в стиле женщины, то это одно взаимодействие, то есть одна грань какого-то восприятия мира. И мужского, это две разные грани. И при взаимодействии мужчин и женщины это только усиливается. То есть усиливается путь как таковой. И ощущение вот этого правильности, ощущение правильности. Если, конечно, мы не ушли в монастырь и не сидим, да, в позе лотоса 24 часа в сутки, то тут да, как бы это не особо уместно. Но если мы в социуме, то... Как большинство людей, на самом деле, поскольку мы в социуме, да, мы с тобой в социуме, все в социуме, кто нас слушает сейчас. Я, конечно, безумно была бы благодарна, если бы кто-то нас слушал из таких продвинутых, просветленных личностей в монастырях, да, но я думаю, что это иллюзия. Им уже не нужно. Да? Вот. И взаимодействие, да, в принципе, с миром через позицию женщины, оно отличается. Причем с миром я не беру тут конкретно с мужчиной, тут понятно, да, то есть взаимодействие разное. Если брать мир, даже вот взаимодействие с самим миром, оно отличается. И если мы взаимодействуем с миром через женщину, то это развитие идет как бы вертикально, оно идет качественно, мы меньше прорабатываем каких-то деструктивных уроков. Если мы идем как бы по такому безличностному взаимодействию, то это всегда будут уроки, потому что тело женщины, оно все равно требует развития. И если ты его не делаешь осознанно, то получаешь его как бы извне. То есть если внутри мы это в себе не носим, то все равно вот эти вот как бы шишки нам получает. Да, ну я бы абсолютно думаю, что правильно. И какие же особенности вот в этого развития, да, именно женской практики? Что есть, вот какие такие точки, да, чем мы отличаемся? Ага, поняла. Все есть энергия, да. Энергия, и эта энергия, она имеет как минимум два направления. Это направление им, это к себе, и направление ян, это от себя. Женщина взаимодействует с миром направлением к себе. То есть женская задача, это притяжение и принятие. То есть все, что она притягивает, вообще в принципе, вот женская суть, это притяжение. Даже, ну, пример такой, если посмотреть на мир животных, да, то это женщина, самочки, они всегда такие невзрачные, да, но они притягивают. То есть вот этот вот акцент на притяжение, он везде выстроен. У мужчины это проявление от себя. То есть мужчина, он как бы как творец, он дает женщине. Женщина, в свою очередь, как бы принимает это. Вот это вот глубинная идея принятия. Потому что вот сейчас, в наше время, да, женщины очень часто осуждают. Вот это вот осуждение, оно, ну, это не им потенциал, то есть не женская природа. Они сразу закрывают свою женскую природу на этом и как бы парируют мужчине, как мужчина. Идет взаимодействие вот полов уже мужского, мужского пола. Это неэффективно. То есть как взаимодействие, это неэффективно. Как поиграть, в принципе, да, то есть каждый делает выбор, и выбор свой уважает. Но взаимодействие, оно будет неэффективным. То есть потенциал женский женщина не усиливает. Эффективно женщине принимать вообще любое явление, мироздание, мужчина, любую ситуацию. То есть это через принятие делать. А какая ситуация, какой мужчина, да, он притягивается, это уже зависит от уровня вибрации, да. То есть к нам никогда не притянется то, чего мы недостойны. Это надо понимать. То, чего мы достойны, как бы, ну, надо понимать, что да, это притянулось, и пускай это какая-то непозитивная ситуация или что-то еще, но я этого достойна сейчас. Ну, то есть самое главное здесь исходить из ситуации принятия, да? Да. А вот такой вопрос. Идет ли, вот мы говорим о женских практиках, да, то есть мы говорим о неком, ну, о неких энергетических вещах. Входит ли сюда развитие сексуальности? Потому что вот сейчас я могу сказать на Западе, просто какой-то вау тренеров, которые, да, дают возможность развить женскую сексуальность. Ну, мы вообще здесь, я живу в таком месте, где просто передовые духовные технологии, да, условно говоря, так можно назвать, но я шучу, конечно. В общем, не самый хороший момент эксплуатировать эту тему, но тем не менее, да, здесь живут очень много мастеров в Калифорнии, здесь очень много людей, которые занимаются различными техниками, энергетическими, да, вот ты упоминала Карлоса Костанедову, например, дружу с женщиной, которая была в его библейском кругу. Она живет со мной в соседнем доме, то есть вот ты понимаешь, какой уровень тут знакомства можно завести, очень просто. И здесь просто сейчас вот это активное, агрессивное развитие женской сексуальности, здесь вот женское племя, женский трайб, вот это вот просто я вижу это повсюду, и я вижу, честно сказать, меня даже это немножко стало пугать, потому что, мне кажется, это немножко в извращенную форму, но тем не менее, давай вот поговорим о сексуальности, насколько важна именно развитие вот этого аспекта, да, как бы как-то для женской практики. Вот саму сексуальность, саму энергию, да, такую как сексуальность, это творческая энергия, я бы не приплетала именно к женщинам, то есть я считаю, что это не инструмент, это очень мощный инструмент, и инструмент, по моему мнению, он бесполый. То есть и женщина, и мужчина, они развивают себе сексуальность как мощнейшую энергию, как инструмент, и это к сексу имеет очень малое отношение, на мой взгляд, сама сексуальность, ведь она проявляется в основном это творчество. Да, я согласна, это шакти на самом деле, это той силы, которой мы обладаем, потому что человек, то есть вот кто нас привлекает, да, как потенциальный партнер, тот, кто либо красив, либо тот, кто источает достаточно большой поток энергии, то есть ты чувствуешь, ты можешь этого не осознавать, но тебя влечет к этому человеку, именно как к энергетическому полю, да, именно поэтому это, в общем, уже, наверное, можно назвать вот эту самую шакцию, да, сексуальность. Да, и причем, как бы, человек может быть не особо и красив, но энергию в себе иметь. Да, я, причем, более того, энергия может преобразить человека до безумной красоты, на самом деле, потому что человек может быть некрасив, как бы, по умолчанию, да, а обладая вот этим вот зарядом внутренним, то есть к нему тянутся люди, и они его видят именно как красивого очень человека. Но я именно все-таки хочу, как бы, вот о женской сексуальности, на ней остановиться, насколько это важно ее развивать, и какие есть приемы для этого? Развивать все-таки, то есть, по моему мнению, опять-таки важно, так как, ну, это вот стандартно. Если в идеале проявляется женская природа, то сексуальность, она как бы стандартна. Без нее вообще никак. По умолчанию. По умолчанию. По умолчанию. Да, то есть, если взаимодействие, взаимодействие, свое проявление женское, оно идет от женщины, как от им, да, вот взаимодействие с миром, через им, то сексуальность, она по умолчанию, то есть, выстроена нормально, нет никакой зажатости, пропадает обида. То есть, сексуальность, она сразу растворяет обиды. Потому что сейчас, вот, работая с людьми, да, я могу сказать, что у женщин очень много блоков на уровне обиды. То есть, идет очень большая обида, обида вообще на мир, обида на родителей, обида на мужчин, в основном это мужчины. За счет, опять-таки, нехватки этой сексуальности. Но тут надо уходить в источник. То есть, никогда проблема не решалась в зоне, да, своей. То есть, всегда это источник, он как бы не в зоне проблемы. То есть, саму сексуальность усиливать, это маленько уходить от природы. То есть, когда мы потенциально уже усиливаем свою женскую природу, сексуальность, она просто сама прибегает, догоняет нас во все проявления. Ну, это очень положительная новость, потому что, то есть, нам ничего специально, в общем, по большому счету, для этого не нужно делать. Что женщина, что женщина может сделать самостоятельно, да, то есть, без каких-то дополнительных усилий, да, то, что мы можем сделать дома. Вот есть у тебя какие-то советы, которые ты могла бы дать женщине именно для самостоятельной работы? Конечно, ну, для начала это модель поведения. То есть, модель поведения женская. Вот энергетически, да, мы работаем с энергетическими практиками, энергетически это выглядит так, что есть какая-то паутинка, и мы меняем вот в этой паутинке один какой-то отрезочек, да, вот что-то тут делаем. Но женщина, когда она уходит после практики, она, оставляя прежнюю модель поведения, вот то, что мы поменяли, она как бы опять выравнивает эту паутинку под себя. То есть, работа, она как бы, да, пустая выходит, по идее. И самостоятельно женщине можно именно менять модель поведения. То есть, женскую на принятие, не противопоставляя себя милу, не отстраняя, не убирая лишний контроль. То есть, женщина, да, это полушария интуиция. Мужчина – это логика. И женщина, когда она начинает взаимодействовать с позицией интуиции, вот это всё вот потихонечку начинает как-то развиваться само собой. То есть, вот это вот взаимодействие с миром через принятие и без каких-либо вот… Сейчас, да, у нас женщина любит контролировать процесс, им надо заработать или что-то ещё, то есть, некий такой очень сильный контроль. Вот этот контроль, он очень отдаляет от природы. Ну, с одной стороны, да, контрольный. С другой стороны, могут быть страхи, которые обусловлены прошлым опытом. Да, вот у меня, например, сейчас вот совсем близкая такая для меня жизненная ситуация. Моя подруга, она разводится со своим мужем, и у неё безумный страх за будущее. Вот. И у неё вообще нету доверия. Мы с ней несколько месяцев ведём терапию, там, ну, как бы женские разговоры, да, после их назовём это так, не будем применять слово терапия, а потеря доверия. У неё доверие потеряно вообще, и она боится, что она больше не будет доверять вообще никому. И это страшная проблема, потому что сколько я ей не повторяю о том, что тебе нужно вернуть доверие, она говорит, я не могу, я не знаю как. У меня нет доверия. И вообще даже доверие, как бы, при том, что у неё удаётся мирно разрешить, в общем, достаточно там их семейные неурядицы, ну, скажем, на материальном уровне, да, но всё равно доверие не возвращается. Что же делать? Потому что, почему вот это контроль? Потому что контроль возникает в том, что доверия абсолютно отсутствует. И большинство женщин так, потому что мы несём какие-то травмы, да, допустим, из детства, нас там родители обидели, да, или, допустим, родители нам что-то обещали, а не выполнили, да, доверие потеряно. Это может быть мелочь, нам обещали купить мороженое и не купили, а уже на сознании это отложилось, как серьезная на самом деле травма. Иногда, когда люди проходят регрессию, они такую ерунду вообще вскрывают, которая для них оказалась просто решающей и портит им жизнь реально. Правда ведь? Угу. И вот это... Да-да-да, слушай тебя. И вот это вот недоверие, оно внутри, собственно, и делает вот этот мир, которому придётся не доверять, который будет постоянно это делать. То есть вот это вот состояние внутреннее, оно делает пространство. То есть вот именно вот эта женщина, когда носит себе недоверие, да и мужчина тоже, но на женщине это отражается куда больше степени, потому что у женщины вот работа через любовь идёт. Любовь, недоверие, оно перекрывает любовь как таковую вообще в принципе. Что с этим делать? Я бы порекомендовала делать практику, да, и вот сегодня я тогда её дам, больше мы заговорили про доверие, недоверие. И опять-таки понимать, что недоверие — это не то, что вот я ему не доверяю или вот кому-то ещё не доверяю. Это в принципе качество, которое мы носим в себе. Это не внешние факторы, то есть этого ничего такого нет. Это вне, это внутреннее качество, внутреннее состояние сознания на момент сейчас, которое пришло, да, из какой-то ерунды, там, с детства или что-нибудь ещё, которое усилилось, а оно будет усиливаться, потому что внутреннее качество, оно проецирует пространство, и пространство, оно найдёт отклик. То есть оно, да, если мы чего-то боимся, мы с этим страхом всё равно встретимся. То же самое и с недоверием. Понимать, что расслаблять. То есть можно расслаблять практику, да, попозже мы сделаем, но сама идея расслабления. Если мы находим что-то, вот недоверие или какой-то страх, постараться его как-то расслабить. Расслабить это всё. Как идею, как саму идею недоверия, как саму идею, что меня вот могут обмануть или что-то такое. А какие есть инструменты расслабления? Ну, наверное, прежде всего медитация, да? Безусловно. Медитация и дыхание. Вот, допустим, мы находим, может быть, вы замечали, что страх, допустим, это напряжение живота. Вот живот напрягается, когда мы нервничаем или боимся чего-то. И недоверие, и всякие вот такие деструктивные программы, они имеют свой отголосок в теле. То есть это некое напряжение в теле, мы его ощущаем в груди, там что-то, или в животе, там, лоб. И вот постараться следить, это легко на самом деле. То есть живот прям напряжен, или что-то такое напряжено, дышать плохо. И вот расслабить, дыхание можно. То есть продышать вот этот момент. Вот, да, тут выглядит такая, как пломба какая-то, и мы продышиваем. Вот это все, как через расслабление. И больше прислушиваться к себе, потому что зачастую, вот почему йога, почему все-таки я это сплетаю с йогой, с телесными практиками, потому что одно без другого очень сложно. Это как разные грани. Смотреть с разных сторон, это всегда позитивнее, на мой взгляд. И когда мы ощущаем свое тело, когда мы видим свое тело, мы начинаем отслеживать, где напряжение. Потому что зачастую это просто напряжение, да, вот если мы скажем, расслабьте мне живота, то тогда человек уже обратит внимание и расслабит мне живота. А сам он как-то на бессознательном уровне, он, это на бессознательном уровне. То есть осознанно это не удается заметить зачастую. То есть все-таки лучше работать с кем-то, да, иногда самостоятельно не всегда получается все проделать. Поначалу да, потому что самостоятельно можно уйти в другую иллюзию, то есть одну иллюзию во вторую. Вот, что тоже как-то не особо позитивно. Ну это да, это я согласна. И у меня еще такой вопрос, вот ты договорила о женском поведении, у меня сразу, я всем задаю этот вопрос, ну, с кем я беседую о женских каких-то вещах, да, вот, как ты относишься вот к этой концепции длинных юбок, да, закрытой там, вот насколько ты это принимаешь или не принимаешь, потому что, там, 10 лет назад, допустим, был вот этот всплеск физического знания, да, и все люди, которые интересовались более-менее духовностью, они вдруг начали все погружаться, да, все женщины должны носить длинные юбки, там, длинные волосы и так далее, и тому подобное. Но есть некие внешние проявления женственности, и якобы, тем самым, мы меняем свою модель, да, поведенческую. Вот и правда это по твоему опыту как практика? По моему опыту это работает. Работает все-таки, да? Безусловно. Потому что очень большой переворот случился тогда, когда женщина одела штаны. То есть там началось некое изменение в сознании, в сознании и в психике. То есть оно так плавненько пошло-пошло, но оно началось. То есть какие-то внешние факторы, мы не можем их отрицать, они все равно играют в свою роль. То есть они нет-нет да влияют. Насколько мы это пропускаем, женственные можно быть и с короткой стрижкой и в штанах абсолютно точно. То есть если человек на определенном уровне развития и он держит состояние, когда его внешние факторы вообще не задевают, они не имеют никакого веса. То есть это как когда женщина она может творить свою внутреннюю красоту и делать ее внешне. Это прекрасно. Но изначально, да, то есть да, есть такие рекомендации, как длинные юбки, длинные волосы, но это вот именно чтобы взять модель поведения, чтобы вот как-то к этому прикоснуться, зацепить этот момент. А так, чтобы это было какой-то аксиомой, нет, я бы не сказала далеко. Это же не свобода, когда мы углубляемся в какую-то аксиому, что надо так или так. Это не свобода. Это уже ограничение развития. Да, ну, ты сказала, что большие изменения произошли, когда женщины надели штаны. Но на самом деле, вот если глубоко подумать, да, вот ты бы хотела жить там в той реальности, которая была, допустим, 200 лет назад, когда женщина не обладала свободой, по большому счету, да, то есть вряд ли тогда то, чем мы сейчас занимаемся, да, ну, 200 лет назад, может и нет, но, допустим, 500 лет назад точно бы ведьмы записали, да, и все, и на костер. Ну, реально, правда ведь, согласись. Вот, а сейчас у нас с одной стороны, да, мы, у нас есть, наша природа страдает, но с другой стороны, у нас есть сейчас очень много возможностей и много инструментов доступных, женщине стало доступно знание, потому что женщина была ограничена очень сильно, даже в том, что она не могла образование получить достойное, да, ну, то есть оно было очень ограничено, оно было женским исключительно, да, то есть это работа руками, это работа в доме, нельзя, например, Софью Николаевну Толстую назвать необразованной женщиной, да, но она была образована в пределах вот этой женской своей реализации, и поэтому тут, в общем, согласись, что, наверное, жизнь сейчас интереснее намного иметь больше возможностей, с другой стороны, мы, наверное, опять же, у нас больше ограничений возникает в силу того, что нас этот мир энергетический, он вовлекает, особенно в больших городах, да, когда мы живем, когда мы далеки от природы, то там, в общем, деструктивные силы настолько сильны, что, демон, правильно, да, совершенно верно, и тут согласна, что сейчас свобода, как бы, ну, с этим не поспоришь, ее сейчас много, и это классно, это здорово, но мы же можем это балансировать, то есть, мы можем как-то раскрывать свою женскую природу, и, да, мы свободны, то есть, и получать эту всю свободу от мира, Но, то есть, всё равно, да, проявление какого-то женского потенциала и взаимодействие с миром через женщину, оно эффективно развивает. Вот хочет женщина семью, не хочет женщина семью, всякое бывает. То есть, это всё необязательно. Но эффективное развитие, чтобы женщину мир не гонял по событийности, которые ей надо отработать как женщине, то есть, да, эффективно всё-таки с этим как-то соприкасаться очень мягко, нежели, да, когда мир уже скажет в лоб, да, даст и как бы уже ничего с этим не сделать. Вот, я считаю, так. Ну да, я согласна. И, кстати, вот, коль скоро мы заговорили о прошлом, да, то вот насколько вот эти вот прошлые, допустим, вещи, события на нас влияют, на самом деле, есть ли у нас вот потери энергии за счёт того, что что-то произошло в прошлом, и мы никак не можем восстановиться. Я знаю, что ты этой проблемой занимаешься, у тебя даже есть курсы по этому, поэтому вот интересно было бы, конечно, эту тему тоже, о ней поговорить. Я это вижу так, что есть, а тема, кстати, противоречивая, много очень мнений на этот счёт, скажу именно свой опыт, что я вижу это так, что есть проявление вот сознания здесь и сейчас, это вот некий акцент. Но также есть прошлое, а его никуда не деть. Могут разные моменты, они быть как-то на бессознательном уровне, мы можем даже их не помнить, но они будут влиять. То есть они всё равно влияют. И когда здесь и сейчас, и здесь и сейчас я влияю на прошлое тоже. Когда здесь и сейчас я как-то провожу сюда больше как-то своей правильности, своей души, да, это всё выправляется. То есть выправляется моё и прошлое, и будущее, это вот как команда, да, и я здесь и сейчас смогу выбрать, как это будет. То есть там уже выбора нет как такового, но есть всё равно есть некое удержание, есть влияние, безусловно, но вот я его ощущаю. Для меня это очевидно, что есть влияние. Мы можем психикой, да, выкинуть это из сознания, то есть, ну, помнить, не осознавать, но это то же самое, что закрыть глаза там и постараться не бояться. Это страшно, что... А вот такой тонкий момент, что прошлое, на самом деле, оно может быть разным, да, то есть прошлое может быть то, что мы пережили реально в этой жизни, да, а ещё иногда мы несём следы прошлых жизней. Я думаю, ты тоже принимаешь эту концепцию. И иногда у нас есть какая-то проблема, которая, в общем, я с этим сталкивалась много раз, что вроде всё, вот мы с родителями наладили отношения, с детьми наладили отношения, всё везде проработали, проблемы не уходят. Ну, то есть, очевидно, становится для людей, особенно те, кто расстановками занимается, да, что это какая-то либо по роду идёт проблема, либо что-то из твоей прошлой жизни. Вот это решабельно? Безусловно. То есть, опять-таки, разные техники, но эти техники, они уже сложнее и требуют определённого навыка. Чтобы осознать прошлое воплощение, надо, как минимум, очень хорошо и плотненько осознать это. То есть, некий уровень осознанности, он должен присутствовать, безусловно. Опираться на что, на чьё-то мнение, то есть, мне сказали, это не всегда позитивно. То есть, опыт, он должен быть пережитым. Любой опыт должен быть пережитым. Собственный. А есть ли какие-то особенности опыта в женском теле и в мужском теле? Мы же можем, кстати, вот интересный момент, мы же можем в прошлой жизни-то быть в мужском теле, да, сейчас мы в женское переродились. И есть ли какие-нибудь особенности? Я, кстати, встречала много женщин, которые страдают в этом теле очень сильно, именно потому что... И вообще, это сейчас, на самом деле, очень большая проблема в современном мире, здесь, сейчас, в Америке. Я не говорю о том, какой выбор люди делают, я вижу, какие страдания происходят, да, потому что они страдают в этом теле, они хотят изменить. И сейчас пришли технологии, которые нам дают возможность изменить это тело. Вот что произошло, да, то есть вот они технологии, хотя, если, допустим, мы почитаем «Видические шастры», да, то такое подозрение, что такие технологии существовали, и риши, древние мадрецы об этом знали. Но, тем не менее, сейчас мы тоже пришли к тому, что можно сейчас изменить свою половую принадлежность. Вот, мы не будем касаться этического вопроса, да, правильно это или неправильно, но, тем не менее, вот если, допустим, человек страдает, вот в женском теле женщина страдает, и она вот видит себя по-другому. Есть ли возможность это проработать, либо все-таки уже, ладно, под нож и все, и поменяться? Это, конечно, вопрос выбора, но все-таки душа воплотилась в определенном теле в женском, и она хочет через него проявляться. То, что личность, она этого не видит, да, не замечает, это как уперся в стену, то есть он просто не видит, что стену как минимум можно обойти с правой стороны и с левой, как минимум. Вот, то есть личность уперлась, и надо как-то вот это расслабить, и, безусловно, то есть, безусловно, проявление, да, некой другой какой-то своей сути, некой другой гранью, то есть хотя бы другой смена, оно дает реализацию в этом плане. А ложиться под нож, это тоже дело выбора, но я считаю, что это такие серьезные искажения, то есть искажение проявляет женщину, да, то есть нужно бы, по идее, прошлое воплощение, безусловно, дает свой отпечаток. Работая с девочками, я могу сказать, что вот у многих, у моих девочек, как бы, есть воплощение именно мужчин, и это проявляется в этой жизни, но это расслабляется, вот это выправляется, прошлое, оно выправляется, когда мы здесь и сейчас начинаем транслировать, то есть транслировать то, что хотим, выправляется, и будущее, естественно, состояние, другое пространство будет другим. И прошлое, то есть оно тоже выправляется, оно не так сильно влияет, и по истечению какого-то времени оно просто расслабляется, то есть нет влияния, мы реализованы здесь. Да, это возможно. Ну, я вот как раз добавлю свой комментарий по поводу того, что многие девочки мужскими качествами, да, сейчас вот я как человек, ну, опоследованно касающийся астрологии, да, но мы, я думаю, что любой человек, который с йогой или с каким-то физическим знанием каким-то образом столкнулся, он всегда к астрологии придет, рано или поздно, так или иначе, но он будет понимать, что эта система работает. И реально сейчас рождается намного больше женщин с активированной мужской энергией, это видно по карте, у всех активирован Марс, то есть это марсианские женщины, которые прут, которые очень сильные, которые просто вот, они не развивают свою женскую энергию, женская энергия уже подавлена на момент рождения, уже такая душа пришла, она пришла в женском теле, но уже с такой там уго-го шакти мужской, да, которую просто очень тяжело на самом деле делать. Я вижу это действительно в современных женщинах, это огромная проблема, особенно на Западе здесь, потому что здесь, ну, определенно, если еще в России мы как бы идем вообще другим путем в силу ментальности, да, то есть, ну, эти вещи тоже проникают, как мне кажется, в России, но они, на мой взгляд, там почва неблагодатная, да, вот ты в Томске живешь, все вымерзнет, блин, летом это все посуществует, а к зиме все вымерзнет, вот, и вопрос сохранится, да, это как такое ГМО такое, то здесь, здесь тепло, хорошо, да, и здесь все это взращено и растет, и вот эта женская гипертрофированная независимость, да, она, она на самом деле, может быть, даже вызывает большое количество страданий, на мой взгляд. Согласна. И взаимодействие, даже если взять мужчину, то какой становится мужчина вот с такой женщиной, то есть он, либо он начинает парировать, и они как два мужчины друг друга парируют, либо же это подавленный такой инфантильный мужчина, что не реализует никак, не его, да, так как его идея вообще отдать, он реализуется через женщину, причем мужчины, они очень сильно получают, сильно много получают энергии через женщину. Мужчина один, и мужчина с женщиной, два разных мужчин, то есть мужчина через женщину, он развивается на всех аспектах, то есть на всех вообще планах. То же самое женщина, это, если вот ворачиваться к теме того, что женщины проявляют себя как мужчины, да, душа, как я это вижу, вот душа воплотилась в женском теле, и все, ей как бы пора, она мужской опыт вроде как получила, и пора, да, уже женский проявить, и вот тут уже начинаются некие внутренние биения с личностью, с эго, вот это непринятие, что я хочу, 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 вот некое неглубокое понимание того, что кто хочет-то, кто я, вот я кто, кто этого хочет. Когда есть понимание, тогда идеи сменить пол и тому подобное, они как бы, они не актуальны, их там не может быть. То есть я, это актуальный вопрос, определись, а кто я-то, это кто? Я не могу не спросить про детей, потому что самое, наверное, большое отличие, да, женского тела от мужского, самое глобальное, самое важное, да, то, что женщина может выносить и родить ребенка. И насколько вот здесь все завязано с энергетическими практиками. Я понимаю, что тема, на самом деле, обширнейшая, да, но, ну, раз муж взялся за гуж, да, не говоришь, что не идешь, мы должны об этом поговорить обязательно. Как ты считаешь, насколько же влияет это, насколько важно желание иметь детей? Вообще, вот, ну, как бы, вот это немножко этому вопросу, давай уделим время. Очень такой глубокий вопрос. Насколько важно иметь детей, да? Ну, не только насколько важно, вообще, как на нас дети влияют, да, во-первых, как на женские сущности, да, и насколько, сейчас вообще вот это вот, сейчас очень популярно на Западе, опять же, да, ну, я живу на Западе, у меня есть некое уже влияние, изменение сознания. А насколько для нас важна вот эта вот концепция child free, да, вот она меня, например, пугает, мне кажется, что это неправильно, потому что все-таки мы должны хотеть детей, да, а должны ли мы, в каком возрасте мы должны, как мы к этому должны прийти, должны ли мы быть готовы. Нас же всему этому не учат. Проблема в том, что вот я тут пару дней назад вела вебинар по детям, да, и мы разговаривали о том, что нас вообще не учат. То есть нас учат кучу всего разного, да, мы там знаем, у нас есть какие-то познания о мире, математике, физике, философии, русском языке или английском языке, ну, вообще у нас нету навыков с жизнью в этом мире, мы не обладаем ими, мы не знаем, как нам поступать, да, мы не знаем, как нам строить взаимоотношения. Никто этому не учит абсолютно. Поэтому, наверное, сейчас огромное количество людей, которые как бы хотя бы получили крупицу этого знания, ну, вот как мы с тобой, да, как наше радио, которое тоже вот является таким пропадником этого знания, мир для того, чтобы люди могли вообще разобраться со всем. И вот вопрос по детям, да, нас вообще не учат быть родителями. И вот это вот, есть некие такие паттерны в обществе. Женщина должна хотеть детей, да, она должна хотеть замуж. Ну, они, может быть, изменяются со временем, но все равно эти паттерны существуют, да, особенно в России вот это очень чувствуется, там, 30 лет уже старая дева, да, уже еще пора подумать на нет, и общество тебя давит, социум этот на тебя все время. Вот я как раз, собственно, насколько нам вот эти практики помогают вот этот вопрос проработать? Ну, то есть у тебя есть что-то сказать по нему? Не обязательно конкретно, но там вот именно потому, что я описала, возможно, у тебя свое какое-то мнение. Когда суть души, она углубляется в практике, сам человек, он начинает ощущать правильность в этом, правильность в дать этому миру душу, да, вот подарить, внести сюда свою какую-то частичку. И идея вообще ребенка, опять-таки, я ее вижу, я детей пока не имею, но вот я это вижу, что идея ребенка – это как познание себя через другого человека, не через насилие какое-то, а вот именно познание, так же, как идея, допустим, союза мужчины и женщины. Это именно познание себя через человека, вот улучшение своих качеств. То есть мы можем делать это сами-самой, а мы где-нибудь отшельником или что-то просто один, да, но можно это делать многогранно, так как, да, вот все это через каждого прохожего, мы познаем себя. То же самое являет и дитя на планете, я думаю, что это именно такая вот суть. Практики, как практики помогают, они, некое ощущение своей временности сразу появляется, вот включенность во время и то, когда надо, что надо, и вот как бы «надо» в кавычках, естественно, это все очень естественно делается. То есть ощущение того, что «а по-другому-то нельзя», что вот так и должно быть, вот только так и должно быть. Ощущение того, что только так и правильно. Нету никаких биений, нету такого иллюзии выбора, что можно, нельзя, нужно, какой-то зависимости от социума. Вот это вот несвобода, да, у женщин в данное время, это есть некая зависимость, особенно от социума, что вот принято там, да, если ты не замужем сейчас, вот в какое-то там в 30 лет, то это уже как-то негативно, да, осуждается или что-то такое. Есть некая независимость, и это внутреннее. То есть если женщина столкнулась с такой собутимостью, да, деструктивной, значит, она носит нечто внутри себя, да, и это опять-таки, ей, собственно, мир и показывает, через что она может обратить внимание и начать совсем другие явления, то есть совсем другую модель, перенять другую модель как минимум, то есть начало именно состояния поменять этот момент. Ну, а вообще вот как ты считаешь, дети, они раскрывают женскую сущность? Всеволодно. То есть это все-таки дар такой, да, который мы можем преднести в этот мир, и это очень помогает нам реализовываться как женщине? Безусловно. То есть ты бы вот как бы посоветовала все-таки думать об этом, как в нашей душе в женском теле, да, то есть если у нас есть сомнения, все-таки это прорабатывать по поводу того, что женщины... И, кстати, вот интересный момент я хочу сказать, ну, у меня есть просто в силу моего возраста уже есть определенный опыт, и я вижу девочки и девушки, которые занимались своим духовным развитием, занимались какой-то практикой, у них дети потрясающие абсолютно получаются, потому что они уже рождаются на такой почве, где просто настолько много свободы, настолько много энергии, и дети совершенно просветленные, вот реально, вот я правда вижу, наблюдаю, и это чудо. Я думаю, что ты, наверное, тоже это замечаешь, вот, потому что если ты работаешь с женщинами, то наверняка и с женщинами, у которых есть детки, которые как бы и дети начинают меняться реально. И мотивация, тут очень важна мотивация, потому что люди, которые занимаются практиками, которые видят путь именно вот через проявление души, да, они, у них мотивация другая, они ощущают правильность этого, у них нет мотивации, что это надо, что уже время, что, ну, такая искаженная достаточная мотивация-то. Собственно, и все равно, да, вот, исходя из этой мотивации того, что это надо, или что-то такое, это и будет некие какие-то деструктивы уносить вот в само, в саму ситуацию. Да, я согласна. Ну, что, наверное, уже нам пора к практике приступить, да, в принципе, у нас, конечно, формат определенной нашей программы, поэтому, в общем, времени не так много, и поэтому нам надо успеть. Давай, когда сейчас будет практика от Валентины Чумаковой, ты расскажешь, что это будет за практика? Ну, раз уж мы начали про доверие, займемся доверием. Это очень важно. Доверие раскрывает сердечный центр. В принципе, то есть мы впускаем другую событий, какую-то иную, в свой мир, потому что недоверие, оно, это как узкое пространство, оно ограничивает узкий взгляд такой. То есть я вот чему-то верю, а вот этому всему не верю. И как доверие, это как да, всё, то есть впускаю абсолютно всё в свой мир, и это правильно, это некий позитив, такое здравое, здоровое доверие. Поэтому, кто сейчас с нами займется практиками, садимся поудобнее и закрываем глазки. И ощути вот себя как бутончик, как красивый цветочек. Вот это вот ощущение себя, цветочка. Можно сразу же ощутить свои какие-то, вот именно как листочки, свои какие-то моменты недоверия. Может быть, какие-то обиды начнут всплывать. То, что сковывает раскрытие вот этого цветочка. То, что не даёт полностью проявляться в мир. Энергетически очень потрясающе, вот когда мы полностью погружаемся в эту практику и ощущаем себя бутончиком. Вот это некое изменённое состояние сознания, ну, прекрасное. Ощущение тела и номер. Ощущение тела и номер. И потихонечку, листочек за листочком, мы распускаем, открываем его. Выбрасывая всякое, всякие ограничения, догмы, опыт. Можно визуализировать себя, как мы открываем лепесточки. Можно ощутить это энергетически. Практика даёт глубинное раскрытие сердца. Сердце как доверие к миру. Ощутите разницу в сознании, когда мы начинаем открывать лепесточки. Это какую лёгкость мы приобретаем, что меняется, что меняется в теле. Охут. Ох одоны. Охут. Охут. Каково. Охут. Хорошо. Хорошо. Когда вот эти лепестки, они более-менее уже открыты, вот это вот недоверие, оно как бы, оно еще не выброшено, оно просто как-то отодвинуто начинает идти свет, то есть вот этот свет, который хочется дарить, вот это принятие через свет, и какой бы деструктив мы уже не получали, он будет растворяться вот этим светом. Сознание оно уже не будет парировать ему и не примет, будет именно растворение, не будет никакого противодействия. Практику можно продолжать не бесконечно, но очень долго. Да, действительно, на самом деле, ну поскольку формат радио не предполагает, что мы будем долго углубляться в эту практику, но я тоже вот посидела сейчас, следуя за твоим голосом, за твоим видением этого медитативной практики, и настолько вот в комфортное состояние ты погружаешься, когда ты себя ассоциируешь с этим цветком, который раскрывается, и насколько вот он освобождается и получает вот эту энергию солнечную и радостную, действительно очень хорошо сидишь и сидишь и даже не хочется из этого выходить, ну просто в силу своих обязанностей нужно выходить, да. Вот, и в принципе ее можно потом повторить, просто уже, ну как бы ограничив, вырезать этот кусочек, да, и послушать, заново повторить. И, конечно, такие вещи, они, доверие не приходит сразу, надо сказать, да, то есть мы с одной практикой мы не можем вернуть все доверие, которое было потеряно там годами, потому что иногда у нас, с нами происходят такие вещи, да, что мы каждый день теряем это доверие по крупице, а потом, в общем, оказываемся перед большой пропастью. Поэтому, конечно, такие практики очень хорошо проводить чаще, да, и в принципе вообще человек, проживающий в социуме, да, он все время подвержен определенному количеству стресса и определенному количеству травм. Просто даже, вот выйдя на улицу, мы уже, ну, под некой опасностью такой, да, 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 да. Мир, ну, я имею в виду, да, особенно, как бы, да, мы же не в лесу живем, да, где все, хотя и в лесу бывают всякие разные вещи. Ну, нет, я не хочу никого пугать, ну, ты согласна, нет? Согласна, безусловно. И, к слову о практиках, хочу сказать, что практика это как инструмент, это вот не сама цель. Если человек на определенном уровне развития, и он может переключить состояние от недоверия к доверию, то ему и практика не нужна. Да. А опасность, да, то есть пока осознание, да, и психика, они подвержены этому, да, пока нет стабильного какого-то состояния, причем стабильность, я не знаю, ну, мне кажется, ее как бы как таковой, да, какая-то она все равно будет, да, но так, чтобы все было гладко, это все равно, да, не подразумевает какого-то развития. Всегда будет то, с чем надо работать. И это нормально. И еще один такой, на мой взгляд, важный вопрос. Мы его немножко касались уже, но тем не менее, мне хотелось бы его чуть пошире раскрыть, да, это работа с телом. Потому что сейчас мы больше говорили все время о сознании, о сознании, но реально вот насколько телесная практика, телесная терапия важна, вот ты могла бы своим опытом поделиться? Безусловно, я считаю, что одно от другого отделять это как бы терять время, что если мы углубляемся либо в сознание, либо в тело, то все равно мы до другого дойдем, да, но каким-то своим другим путем. Тело, с телом, оно именно женщине, оно безумно важно. Та же йога, это направление энергии, та же беременность, она проходит уже совсем в другом русле. То есть женщина, она уже, там детки, да, вот вы правы, детки рождаются просто абсолютно сознательно и уже изначально. Работа с тазом, вот женская красота, да, и вот весь центр инь, он находится в области матки. То есть работа с тазом и раскрытие тазобедренных суставов, это способствует именно правильному протеканию этой энергии. То есть как таковое. Женщина, она может изначально с сознанием, допустим, не начинать работу, а начать работу с телом, что тоже будет позитивно, она будет ощущать результаты в этом плане. То есть работа с телом именно в аспектах йоги и, допустим, цигуна, оно подразумевает именно энергетическую работу. То есть тело это очень, в кавычках, очень. То есть там именно перенаправление энергии и определенные измененные состояния сознания влияют очень важную роль. А в чем особенность работы именно с женским телом? Ну, ты сказала уже, вот работа с тазом, еще есть какие-то специфические вещи, которые именно для женщин характерны, да, что для женщины важно именно в работе с ее телом? Есть разные направления йоги. Допустим, если взять аштамбу йогу, то это все-таки мужской вид спорта, как бы я ей тоже увлекаюсь, и поэтому обязательно надо чем-то, какие-то мужские виды обязательно парировать с женскими. Особенность – это текучесть. То есть для женщины очень важна гибкость и текучесть. Такие вот, такие держащие виды спорта, ну, даже не виды спорта, а вот именно виды йоги, да, они маленько ее как-то закрепляют, что не очень верно. Некая вот эта плавность, текучесть – это важные акценты, особенность женской йоги. То есть виньяса, да, для женщины больше. Да, да, да. Виньяс. Вот именно вот эта вот плавность, да, ну и, наверное, какие-то именно такие вещи, как танцы, да, скорее всего. Безусловно. Вот какие-то, вот сейчас такое модное направление, как экстетик-дэнс, такие экстетические танцы, да, контакт, динамическая медитация, да, вот это все, наверное, развивает в той или иной степени именно вот женский аспект. А там еще тоже могут заниматься? Также дыхание очень полезно. Конечно, во время практики и во время йоги. Вот у женщин, ну, у мужчин тоже что-то подобное есть, но у женщин очень много блоков по сердечному центру, так как, да, вот это вот недоверие – это как раз-таки блогу сделать, и раскрытие через дыхание праноямы различные, то есть дыхание во время практик йоги. Акцент я бы поставила именно на женщину, то есть мужчинам тоже это позитивно делать, но вот женщинам – намного более полезно. Не, ну да, еще надо сказать, что все эти техники, они помогают успокоить наш ум, а что для женщины тоже есть большая, огромная проблема, потому что у женщины намного более подвижный ум, да, и он все время бегает, 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 вот, и его нужно дать отдых. Что блокирует интуицию, что для женщины очень важно, именно интуиция, когда женщина начинает заниматься какими-то логическими вещами, я не против логических вещей, но когда вот это углубление идет, она блокирует логику, если сознание уже устойчивое, и женщина может менять состояние одно на другое, быстренько на работу логику, потом включила интуицию, где надо, на вот девочка, где надо, на работник, это бесполы, да, то это здорово и позитивно, если пока такого навыка нет, то лучше взаимодействовать через интуицию, да, это успокоение ума, что, чему очень способствует йога. Здорово, ну, про йогу мы уже договорились, что мы поговорим отдельно, и я осознанно старалась сегодня как можно меньше про йогу говорить, такую интригу сохранять, потому что у нас есть отдельный проект по йоге, и мне хотелось бы, чтобы ты к нам, конечно, в гости туда обязательно пришла, и мы аспекты йоги уже раскрыли там отдельно, потому что вот сколько я беседую всегда с людьми, которые практикуют йогой, которые йогины, которые увлекаются йогой, я вижу, насколько это многогранно, это такой бриллиант, грани которого можно рассматривать бесконечно. Спасибо тебе огромное, невероятно вдохновляющий эфир, и, в общем, ощущение такой очень благостной энергии. Действительно, Валя потрясающая девушка, очень красивая, очень чистая, какая-то невероятная, абсолютно одухотворенная. Я надеюсь, что ты с нами еще продолжишь сотрудничество, тебе было комфортно на нашем радио. Я еще напомню, что у нас в гостях была Валентина Чумакова, инструктор по йоге, мастер женских практик и энергетических практик, и оставайтесь с нами. Спасибо еще раз. Благодарю вас. До новых встреч, и мы встретимся с вами в следующий четверг на интернет-радио Сангейтс в программе «Женская гостиная». С вами была я, Анастасия Хрущенко. До новых встреч. Счастливо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok